Молдавское руководство обслуживает интересы именно Запада, ну, соответственно, еще заодно киевского режима, как конгломерата, и готовы перечеркнуть фундаментальные основы педагогического процесса, все лишь бы только, вот, так сказать, продлить свое пребывание у кормушки. Молдавские граждане, как мне кажется, хорошо понимают, что прозападный курс с марионеточного режима в Кишине обрекает их на нищенское и бесправное существование, лишает их детей и внуков шансы расти и воспитываться в независимой, суверенной, красивой, трудолюбивой, мирной стране Молдавии. Мы полностью поддерживаем стремление молдавского народа самостоятельно решать свою судьбу, противостоять навязыванию извне чуждых им интересов. Здесь, если позволите, последний вопрос. Перестанклентная новость оказали в аккредитации на Паралимпийский игр в Париже. Организаторы сослались якобы на решении властей, причины отказа не уточнились. А как бы вы это прокомментировали, данное решение? Ну, мы уже давали принципиальную оценку тому, что происходило, и называли эти действия дискриминационными, я имею в виду действия Оргомитета Паралимпийских игр и официального Парижа. Это же не единственный запрет, там были и другие средства массовой информации, представляющие нашу страну. Это все нарушает принципы свободы, доступа к информации, клюрализма в СМИ, подрывает идеалы олимпийского движения, дискредитирует международную систему спорта, высоких достижений. И, кстати говоря, весьма показательно, что данная практика приобрела системный характер и превратилась буквально в конвейер репрессий против неугодных медиа. Обстоятельства регулярных отказов аккредитации со стороны французских властей однозначно указывают на то, что единственной их причиной является принадлежность журналистов к российским средствам массовой информации. А вот ссылки на то, что освещение спортивными корреспондентами паралимпийских соревнований как-то связано с вопросами национальной безопасности, ну, вы знаете, это уже, мне кажется, какое-то нездоровье, это какая-то болезнь. И, кстати, все это происходит на мероприятии, которые раньше воспринимались как общемировое. То есть Франция сознательно отправляет свой, знаете, личный сигнал, а тем самым просто отравляет своей мстительной неприязнью к российским СМИ то, что должно было быть, и то, что раньше было праздником спорта международного уровня, а вот судя по тому, что прошло в Париже, превратился в праздник гендерной небинарности. Ну и, собственно говоря, это же все одно к одному. Вот то, что творилось на Олимпиаде, в принципе, то, что творилось на открытии и закрытии Олимпиады, то, что творилось вокруг журналистов на Олимпийских играх, то, что творится вокруг Павла Дурова со стороны французских властей, то, что творится со стороны французских неправительных организаций, защищающих свободу слова, которые защищали каждую самую кощунственную, каждую бездарную, каждую какую-то, знаете, дурно пахнущую карикатуру в журнале «Шарли Эбдо», делают ровно противоположные и ни слова не говорят в отношении того, что сейчас происходит вокруг основателя социальной сети. Вот это все, мне кажется, как-то является гранью единого целого. И в последнее время Париж, еще недавно мнивший себя чуть ли не главным защитником свободы слова, причем так в общепланетарном масштабе, практически без пауз предпринимает шаги, заставляющие задуматься, а осталось ли хоть что-то от той самой свободы слова в самой Франции. Вот я вам несколько примеров сейчас привела. Но мне кажется, что самое время разбудить ЮНЕСКО, самое время уточнить у неправительственных организаций профильных. Пора уже что-то им сказать, ну про ОБСЕ молчу. Так, идем дальше, с нами ли телеканал «Радж Тодей»? Добрый день, Мария Владимировна, Мартина Альбарес, корреспондент телеканала «РД» на испанском языке. У меня два вопроса. Первый. 18 июля в испанском издании «Эль Периодико» появилась публикация некой экосистемы дезинформации России в Испании. Из которых, в частности, следует тот факт, что испанские вооруженные силы ведут плетный мониторинг информационного пространства страны. В результате в списки так называемых агентов российского влияния вносят сотни людей, которые делятся в интернете альтернативной точкой зрения. Среди них эксперты известны своим критическим нечленям. Как бы вы могли прокомментировать этот материал? Вы знаете, на самом деле, статья появилась не на пустом месте после, напомню, утверждения в марте текущего года в Европарламенте так называемого «Закон о свободе СМИ» в ЕС. Конгресс депутатов Испании анонсировал законопроект о план действий за демократию. И он вызвал заметную беспокойность испанского профессионального информационного сообщества из-за непрозрачности положения документа, прежде всего, в отношении процесса определения ложных новостей, фейк-ньюс. Таким образом, правительство Испании, громко обвиняющая Россию в массовой регулярной дезинформации, получается, что не прочь получить новый инструмент для зачистки информационного пространства от альтернативных мнений. Примером подобной псевдо-свободы слова, ну, уже теперь можно сказать, свободы слова по-испански, стала судьба статьи под названием «Деколонизация и культура. Новая антиимперская инквизиция». Она вышла в другой испанской газете «Рассон», кстати, в тот же день, 18 июля. Однако, в отличие от русофобской статьи, в периодика публикацию «Рассон» сразу же удалили, причем зачистили со всех электронных ресурсов. И я думаю, что это не случайно, потому что в этой статье говорилось о том, что США, прямая стата из этой публикации, всякие союзники в свои войны, несмотря на преобладающие миролюбивые настрои граждан в этих странах. И в подобных случаях никакой демократии. Конец статы. Вот это, видимо, та информация, которую испанским гражданам знать не положено. Поэтому эту статью просто убрали. Указанные сюжеты помогают лучше понять реальную ситуацию со свободой слова в ЕС, в частности, в Испании. В худших традициях военных диктатур 20 века вооруженным силам поручается следить за инакомыслием. К чему приводит это? Если брать историю, мы тоже хорошо знаем. Ну вот, понимаете, это антидемократично. Это все подведет страну к новой охоте на ведьм. И заблокирует способность демократических процессов. А еще у меня один вопрос. Как вы можете оценить визит премьер-министра Индии на Украину? Мы рассматриваем Индию как влиятельную мировую державу. Как вы знаете, она осуществляет независимую самостоятельную внешнюю политику в соответствии со своими национальными интересами. Мы ценим российско-индийские отношения, особо привлекированного стратегического партнерства. И рассматриваем визит премьер-министра Индии МОДИ в Киев как попытку внести свой посильный вклад в политико-дипломатическое регулирование украинского кризиса наряду с усилиями других стран, выдвигающих неангажированную сбалансированную линию. Мы готовы к продолжению диалога с нашими друзьями в Индии по украинской теме. В этом вопросе мы исходим с того, что они хорошо знакомы с российской позицией, которая неоднократно и подробно доводила до Нью-Дели в ходе двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. Хотели бы напомнить, что российская страна никогда не исключала достижения цели специальной военной операции политико-дипломатическими методами, доказывая это в своей практической деятельности. Напомню, прямые российско-украинские переговоры были запущены весной 2022 года по просьбе Киева. Практически сразу после начала специальной военной операции это произошло, после того, как нами были выработаны взаимоприемлемые положения будущего соглашения, киевский режим по указке западных хозяев, это была Британия, резко оборвал все контакты, а в сентябре 2022 года уже по настоянию США Зеленский своим указом вел самозапретные переговоры с российским руководством, продолжив атаковать российские города и регионы. Тем не менее, в июне этого года президент России, мне кажется, можно даже сказать, проявив добрую волю, выдвинул вполне реалистичные предложения. Они были направлены на долгосрочное и справедливое урегулирование. Предполагало это предложение вывод ВСУ из четырех российских регионов, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская областей, отказ киевского режима от заявки начинства в НАТО, отмену всех западных санкций против России и обеспечения прав русскоязычных граждан Украины. При этом речь должна идти не о заморозке конфликта с Илью, перевооружении киевского режима, а о его окончательном завершении. Однако преступный туристический режим Зеленского, вместо того, чтобы всерьез рассмотреть данное, ну мне кажется, мягко говоря, щедрое, наищедрейшее предложение российской стороны, совершил кровавую туристическую атаку на Курскую область, ее жители, я бы сказала, для себя, для режима Зеленского, суицидальную. Украинские боевики иностранные наемники, ну по-настоящему творят зверства, расстреливают мирных людей, волонтеров, наносят удары по гражданской инфраструктуре, бьют прицельно по журналистам, создают угрозы для объектов ядерной энергетики. Ну, какие тут мирные переговоры в таких условиях, и с кем можно проводить, конечно, ни о каких мирных переговорах с туристическим киевским режимом речи быть не может. Это беззаконие творится при полном попустительстве Запада, при его поощрении туристической деятельности киевского режима. Видно, что ни Киеву, ни США, ни их натовским сателлитам не нужно урегулирование ситуации, они заинтересованы, как уже было имя же сказано, в нанесении России максимального ущерба. Ну, соответственно, это отдаляет любые перспективы урегулирования и способствует эскалации конфликта. Ну и я еще добавлю, что немаловажно, особенно для европейцев, расползанию терроризма и превращению его действительно в международное террористическое движение, истоки которого берутся с европейской земли. Да, удобрения американские, но земля-то европейская. И раскидят террористические на ней взошли и сейчас распространяются по всему миру. Киевский режим, террористическая организация, которая, как мы теперь видим, теперь уже добралась и до африканского континента. Это вообще удивительное явление. Обычно Ближний Восток, ну, в общем, африканский континент, в какой-то части азиатские регионы, так сказать, были поставщиками в ряды международных террористических организаций. Впервые Европа поставляет международный терроризм в виде киевского режима. Да, Европа сама страдала от терроризма, пришедшего извне. В европейских странах были свои террористические организации. Пожалуйста, тот же самый Шенфейн, как вы знаете, я надеюсь. Но так, чтобы европейский континент стал поставщиком, так сказать, в ряды международного террористического интернационала, ну, это вот впервые. Но им удалось, коллективный Запад это сумел сделать. Такой позор на европейскую голову. Так, идем дальше. С нами ли известие? Здравствуйте, Мария Владимировна. Наш вопрос. Как вы считаете, что может изменить визит Гросси на Курскую атомную электростанцию, и какого эффекта ожидает Министерство иностранных дел? И также, как вы сейчас оцениваете ситуацию с безопасностью на Курской и Запорожской атомных электростанциях? Второй аспект комментируется профильными структурами, в первую очередь, Росатомом. Теперь я имею в виду о ситуации на объектах. Второй момент по поводу визита Гросси. Ну, я хотела бы процитировать слова президента России. Он сказал об этом 22 августа. В ходе совещания с членами правительства и главами регионов по ситуации приграничных областях Курской, Белгородской и Брянской. Он дал жесткую оценку безрассудным и подлым попыткам высолненности удара по Курской атомной электростанции. Он выразил надежду, что эксперты секретариата МАГАТЭ смогут посетить упомянутую российскую атомную электростанцию для оценки обстановки на ней, которая остается напряженной вследствие преступных действий киевского режима. Ни у кого, мне кажется, на сегодняшний день не осталось сомнений, что режим Зеленского готов поставить на кон жизни граждан России, граждан Украины и других стран, и сжечь европейский континент в огне вот такой техногенной катастрофы в угоду своей русофобии, которая проплачивается Западом. Именно для предотвращения такого плачевного итога действия киевской хунтой был организован визит делегации секретариата МАГАТЭ на Курскую атомную электростанцию. Рассчитываем, что в ходе своего визита на станцию Рафаэль Гросси руководствовался теми установками, которые озвучил наш президент. Не для того, чтобы склонить кого-то на нашу сторону, а для того, чтобы работа международной структуры отличалась объективностью, сбалансированностью и была нацелена на интересы мира, в данном случае как мира сохранения мирной обстановки, так и мира в географическом плане, потому что, как вы понимаете, излучение и радиации границы нет. Они виза себе не оформляют эти частицы смертоносные, когда перемещаются по нашей планете. Ну, соответственно, нужна объективная оценка обстановки со стороны МАГАТЭ. Вот этот эффект и необходим. Спасибо. У нас еще второй вопрос. Власти Германии заявили, что ненамерены высылать украинских беженцев и, скорее, наоборот, будут их поддерживать, если они будут работать на благо страны. И как вы считаете, чем вызвано это решение? Это попытка решить собственные экономические проблемы за счет приезжей рабочей силы? Или же это запоздалая попытка решить миграционные проблемы и сменить мигрантов из арабских стран на украинских беженцев, которые ближе немцам по ментальности? Вы знаете, я просто хочу напомнить, что приток украинских беженцев в Германию – это прямое следствие целенаправленных усилий Берлина. И не только Берлина, но и его союзников по накачиванию киевского режима оружием. И началось это все задолго, до 24 февраля 2022 года, когда Россия была вынуждена начать оборонительную, по своей сути, специальную военную операцию. Я напомню, бывший федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель в этом открыто призналась, публично. Германское правительство не скрывает, что его цель – максимально возможное затягивание кровопролития в надежде на нанесение нашей стране стратегического поражения. Если бы не имперские неоколониальные амбиции, которые действующие руководством ФРГ, а совместно с другими лидерами коллективного Запада стремиться реализовать за счет жизни и здоровья граждан Украины, то украинских беженцев в Германии не было бы вовсе. Говоря об упомянутом решении власти ФРГ, можно предположить, что немцы действительно пытаются в данной ситуации действовать по-немецки практически и прагматично. Ну, это такая, знаете, двойная бухгалтерия. С одной стороны, прагматика, а с другой стороны, она в долгосрочном контексте оборачивается как раз ущербом. Может быть, действительно, в Берлине на данном этапе что-то посчитали и решили, что раз сотни тысяч украинских беженцев уже находятся в Германии, то их нужно, ну, в общем, судя по логике Берлина, монетизировать всеми возможными способами, как дешевую рабочую силу, как средство для изменения демографического баланса. Ну, вот такая социальная инженерия в чистом виде. Возможно, и пиар-советники правительства ФРГ могли указать Берлину на негативные исторические ассоциации, которые, я думаю, возникнут неизбежно у мировой аудитории, когда они увидят картинки, битком забитые или набитые людьми поезда, которые будут отправлять полицейские из Германии куда-то там на восток. Спасибо. С нами Лея Медиа Корпорация Китая. Да, добрый день, Мария Владимировна. У вас есть два вопроса. Еще в мае администрация Байдена объявила о повышении тарифов на литий, биттери, электромобили, критически важные минералы, полупроводники и ряд других товаров из Китая. Изначально предполагалось, что эти изменения отступят в силу с августа, но по результатам общественных обсуждений торговая предстоятельность США отложила этот срок. А теперь же американские промышленники просят снизить либо размер пошлин, либо вывести из-под действия этих ограничений ряд товаров, либо же и вовсе отложить вступление этих ограничений в силу. Вопрос в том, как, по-вашему, может повлиять увеличение пошлин импорта из КНР на американскую общественность, бизнес, гражданство? Вы знаете, насколько я читала, Министерство иностранных дел Китая уже это прокомментировала, как раз в преддверии визитов КНР с Салливана. И, честно говоря, мне добавить к этому комментарию китайских коллег нечего. У нас есть, спасибо. Есть еще второй вопрос. Продолжение этой темы. Правительство Канады ведет стопроцентную пошлин на ввод с электрических мобилей из Китая. Об этом писали СМИ, ссылаясь на слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Он также заявил, что Канада ведет еще и 25% пошлин на китайский сталь и алюминий. Эти пошли на ввод с СМИ, это копирование, как раз-таки, инициативы США, о которых я говорила в первом вопросе. И сам Трюдо при этом сообщил, что решение его настоятельно рекомендовал принять Сальвам. Как бы вы могли прокомментировать такие совместные действия Штатов и Канады? Вы знаете, политику в области экспорта, произведенной в Китае продукции, в том числе и электромобилей, объем выпуска, кстати говоря, их значительно вырос в стране последних десятилетий, определяет правительство Китая. И делает это с учетом национальных приоритетов экономического строительства и, конечно, общемирового спроса на определенные категории товаров. Что касается обвинений, которые несутся в адрес Китая со стороны Канады, не только Канады, но Канада, мне кажется, просто впереди планеты всей, то, во-первых, мы считаем, что эти обвинения голословные. Во-вторых, мы полагаем, что это как раз попытка приложить проблемы со своей больной в Канаде ситуации на здоровую ситуацию в Китае. И все это еще и обнажает нерациональную систему управления в самой Канаде, которая, между прочим, след за Соединенными Штатами Америки, преуспела не в решении собственных экономических проблем, а в решении вопросов повышения эффективности производства, создания новых рабочих мест и так далее, а в применении нерыночных, откровенно дискриминационных, неправовых, нелегитимных методов конкуренции, исключая, ну, как вы знаете, методы от протекционизма, опять же, нелегитимного в таких масштабах до односторонних ограничительных мер с санкцией, переходящих в торговые войны. Спасибо вам. С нами Лирейтер. Спасибо вам. Да, здравствуйте. Мы частично ответили на вопрос по поводу ареста Павла Дурова. Я тогда так спрашиваю, что посольство России в Париже говорило о том, что оно находится в постоянном контакте с адвокатами, с представителями Павла Дурова. Продолжаются ли эти контакты, насколько они регулярны, и есть ли, допустим, мы понимаем, какая позиция защиты Павла Дурова на текущем? Действия российских дипломатов должны быть действительно наступательными, как вы говорите, регулярными, системными, когда мы запрашиваем допуск к российским гражданам, которые были задержаны или арестованы и так далее. В этом, как в данном случае, так и в других случаях, вот в этом состоит непосредственно функциональная обязанность российских загранучреждений. Посольств, консульств, консульских отделов, конкретных сотрудников. Что касается контактов с адвокатами, то, как правило, речь идет об инициативе как раз со стороны адвокатов или юристов, представляющих людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию. Эти контакты, как правило, ну так бывает со всеми всегда, осуществляются по просьбе или требованию группы юристов или одного юриста или адвоката. Поэтому, насколько это будет необходимо адвокатам и юристам, настолько они будут обращаться. А планирует ли они все-таки добиться получения консульского доступа к дурову, насколько я понимаю, сейчас до сих пор так не предоставили? Ну, конечно, он запрошен. Он запрошен, поэтому я не вижу здесь степеней, стадий и так далее. Это было сделано. Речь идет о российском гражданине. Это было сделано. При этом мы подчеркнули сразу, что понимаем практику, которая существует во Франции. Коль скоро у человека есть французское гражданство, официальный Париж не дает доступа, как правило, рассматривая задержанных или арестованных как граждан своей страны. Там по-разному бывает. Не дает доступ, игнорирует запросы, по-разному бывает. Но это то, из чего во Франции исходят официальные власти. И мы это тоже знаем. Но при этом, так сказать, то, что должны делать, российские дипломаты делают. Ясно. Спасибо большое. Вам спасибо. Так, с нами Ли, The Moscow Post. Да, здравствуйте. У нас сегодня два вопроса. Первый, как стичь, уже затрагивали. Премьер-министр Литвы во время поздравления главы киевского режима Зеленского с Днем независимости Украины публично оскорбил россиян, назвав их руснёй. Каким может быть ответ по линии МИД России? Ну, вы меня делегируете, ответное право ответить на оскорбление. Ну, я могу сказать, что после того, во-первых, я сегодня уже прокомментировала, во-вторых, вы знаете, после того, как я прочитала упомянутую вами фразу, я поняла, что ум Ингриды Шамонити уступает только её женственности. Ещё вопросы есть? Или вы обдумываете сказанное? Нет, не о чём подумать. Тогда ко второму вопросу. Как вы оцениваете различие лаплядов Тамал Харрис и Дональда Тампа на военную помощь Украине и Ниталье? Мне кажется, мы не должны комментировать предвыборные дебаты.